Иду потихонечку, иду, слышу, кто-то едет, поворачиваюсь, поднимаю руку, проезжает. Опять иду, иду, слышу, кто-то едет, поднимаю руку, проезжает. Я думаю, ну как-то второй день не очень бодренько начинается. Ну ладно, думаю, буду идти. Ну иду, 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 в общем, поворачиваюсь, едет молоковоз. Причём, знаешь, вот такой, как будто только с конвейера сошёл. Вот эта вот у него ёмкость, которая под молоко, она прям такая, знаешь, непокрашенная, как вот из чего она там сделана. Серебристый металл. Из какого-то металла, вот этого, близкучего такого. И за рулём сидит такой, это самый молодой такой парень, он останавливается, и мне такой говорит. Я говорю, подвезёте, он такой говорит, да я тут немного еду, километров там 10, может быть. Я говорю, а, нормально. Ну, в общем, я сажусь к нему, всё. Ну и он мне начинает рассказывать, ну я его спрашиваю, он мне начинает отвечать на вопросы. Как у них там жизнь, много ли молока. А много ли коровы дарю с молока. С коровами, да, да, да. Ну, в общем, вот этот парень, он какой-то был относительно прошлых рассказов достаточно позитивный. Он начал, вот на любой мой вопрос, даже если вопрос был под текстом чего-то негативного, да, он всё время отвечал, да не, всё здорово. Я вот водителем работаю, у нас там вот молоко туда-сюда отвожу, да, у нас есть коровы, да, вот у меня там есть свой дом, у меня там есть семья, у меня там есть мама. И вообще всё так здорово, я подумал, ну, может быть, я попал в какую-то уже другую страну, пока спал. Ну, ты же ближе к Москве уже подъехал всё-таки. Ага, понятно, то есть у нас уровень хорошей жизни изменяется. Повышается, позитива прибавляется по направлению к Москве. Чем ближе, тем... Ну, факт то, что провёз он мне эти 10 километров, я ему сказал спасибо, вышел, стою опять на дороге, стою, 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 опять машин нет, я думаю, ладно, пойду опять. Ну, пошёл, и так только за поворот завернул, смотрю, едет ещё один грузовичок. И подъезжает ко мне вот этот грузовичок, даже вот номер его есть, старенький газ, водителя зовут Николай. Он останавливается, я не успеваю там, собственно говоря, ничего сказать, он мне такой говорит, садись! И такой это, как это, такой открытый, огромной, большой души человек. Он такой говорит, я всех всегда подвожу, вот кого вижу, кто руку поднимает, подвожу всех. И говорит, у меня ещё принцип такой, всех подвожу, ещё всех кормлю. И после этого, вот он не смолкая, он мне рассказывал какие-то интересные истории из своей водительской жизни. Значит, это он взял кредит, купил себе вот эту старенькую машину. И теперь он возит грузы. Он ездит, сказал, что он объездил уже вообще всю Россию, он был и на Дальнем Востоке, и далеко там за Москвой вверх, туда вот к Мурманску ездил. То есть для него уже нет понимания такого, что это далеко, потому что он повсюду в России был. Позитивчик такой, кредит он уже погасил, теперь это его машина крутая, рассказывал мне, что в его дорожной жизни были такие ситуации, когда он подвозил монашку. Когда он подвозил человека, который вот вышел из тюрьмы, стоит, у него нет денег, значит, на дорогу. Деньги, которые были, как он говорит, он говорит, ему дали деньги-то на дорогу, а вот он же их пропил, надо же как-то помогать-то людям. Ну, то есть вот у него нет оценочных категорий, да, плохой-хороший. Он останавливается, когда тормозят, и, собственно говоря, подвозит всех. И второй его этот принцип, всех, кого он подвозит, надо их обязательно, ну, им сделать что-то хорошее, но хорошее, прежде всего, это покормить, да. Когда он узнал мою ситуацию, он начал смеяться, и придумал мне, короче, такое прозвище, он мне начал назвать, ты беженец. Беженец? Саня, ты же беженец. Я говорю, да почему? Он говорит, да потому что ты беженец, мамка, папка там дома плачут, а ты отправился неизвестно куда, ты же беженец. Он вписал тебе свою картину мира. В общем, он такой говорит, все, сейчас поедем кушать. Подъезжаем, значит, к придорожной кафешке, заходим туда, он заходит такой, эй, мать, борщ есть? Она такая, борща нет, сегодня щел. Хорошо, мясо есть в ща, она, есть. Побольше кусок клади и наливай погуще, у меня, говорит, тут беженец. Я стою, смеюсь, а это, короче, продавец вообще ничего понять не может, понимаешь, в кафе, которое. Он такой тут проваду говорит, да я смеюся стою, а при этом слова-то грустные какие, беженца накормить надо тут, беженец какой-то умирающий должен быть. Тут такие два счастливых, короче, стоят. Вот я ему говорю, да не буду я борщ, да не буду я мясом. Кочевряжется еще. Он такой говорит, да давай не педре, если ты ешь, ты беженец должен, говорит, ехать. Хорошо питаться. А там такой говорит ей, говорит, что, говорит, еще есть у тебя, она говорит, ну вот тут, говорит, пирожки есть. О, с чем пирожки там, с капустой, с капустой. О, давай, положи в мешочек, мне, говорит, с собой возьмешь. То есть судьба сначала, первый день разгрузочный, а второй, как сегодня, кормить и пирожки в котонку. Потом, да, началось едание такое все. Ну, в общем, вот с ним мы доехали до Чулябинска. То есть это километров сколько вы там рванули? 200? 200 где-то километров, да. И, собственно говоря, знаешь, вот все эти 200 километров, это вот был вот такой вот сплошной фейерверк каких-то рассказов. Ну вот плюс остановились поесть, плюс один раз остановились, знаешь, он торговался, я увидела, как он торговался, это было тоже нечто. У дороги сидят женщины, продают землянику, по-моему, продавали, клубнику эту лесную такую маленькую. И вот он вышел, он говорит, о, надо взять, говорит, домой, говорит, варенье наварить. Ну, вышел такой, и как он там с ними торговался, ну, в общем, он их уболтал все-таки. То есть он, в принципе... То есть он продажник хороший оказался. То есть на контрасте, с одной стороны тебя и подвозит, и угощает, а с другой стороны, если надо, вот свою выгоду отстоять не упускает. Ну, представь, если человек имеет свою машину, считай, он этот же, как индивидуальный предприниматель. Работает сам на себя. Кредит уже отдал. Теперь уже на себя зарабатывает. И к вечеру вы уже с Николаем были... Не, не к вечеру, это было где-то днем. Он меня высадил под Челябинска. Указал опять, тоже там опять была развилка. Он мне куда-то уходил в одну сторону, и он мне сказал, тебе вот туда ехать. Я вышел на дорогу, значит, опять поднял руку. Ну, минут, наверное, 10 я стоял там. Заправка недалеко была. То есть это не в самом городе, а за городом. Я даже в Челябинск-то потом и не заезжал, получается, я его объехал. Пока покажем. Да, то есть вот я уже где нахожусь. Вот у нас Омск, вот у нас Челябинск. Сейчас. Прошло, буквально, вот расстояние. Локоть прошел. Кровяное, да. А вот, у нас уже второй день, получается. Значит, стою я. Ну, я говорю, минут 15 прошло, наверное, останавливается опять тоже какой-то типа... То ли москвич, то ли жигулино. Ну, такие простые русские автомобили останавливались. Да, как-то тебе на зарубежные не очень. Молковозы там, москвичи... Все было впереди, там. А, Европа впереди. За границей, конечно. Здесь что, здесь на своих надо было покататься. В общем, останавливается какой-то... Москвичок, я подхожу, там сидит такой колоритный. Ну, я вот не знаю, честно говоря, кто он там, армянин, грузин. Ну, в общем, такой усатый. Ну, будем считать, грузин сидит такой, с таким акцентом. Садись, дорогой! Я ему говорю... Ну, я ему объясняю, что я еду в направлении Москвы. Он такой говорит... А он ехал в Санкт-Челябинск, да? А я стою за. И он мне такой говорит, ты не на той дороге стоишь. Я говорю, почему? Он говорит, ты стоишь на дороге, которая заезжает в город. И здесь мало транспорта, который тебя может подвезти. Тебе нужно уйти на объездную и встать как бы в другую сторону. Садись, говорит, я тебя туда довезу. Ну, в общем, мы с ним где-то там проехали, буквально там, не знаю, полчаса, может, даже 20 минут. Он меня довез, высадил и говорит, вот здесь, вот перейди дорогу, уйди вот на то ответвление, вот с правой стороны встанешь, все, это будет твое нужное направление. Я говорю, ладно, хорошо. Только я туда вышел, дошел, смотрю, указатель такой стоит, Уфа, там что-то до Уфы 400 километров. Я думаю, ну да, где-то это направление, вот, вот Челябинск, вот Уфа, как раз получается, да вниз туда пошел. Челябинск, вот Уфа, то есть я стою в направлении, как раз ехать в сторону Уфы. И пошел дождь опять. Я опять давай этот свой плащичек доставать, но мне всегда главное было, то, что я намокну, это ерунда. Мне важно было, чтобы у меня паспорт был всегда, у меня был пакетик специальный, с липучкой такой, паспорт все не намокнет. И на рюкзак я вот этот вот плащ накидывал, а сам, ну, чего, солнце выйдет, абсолютно, да. Ладно, останавливается, тоже недолго стоял, минут 10 может останавливаться, и особенно дождь пошел, но, видимо, водитель увидел, подъезжает машина, останавливается. Он ехал где-то 30 километров в попутном со мной направлении, и он мне говорит, давай, садись, все равно хоть немножко, но провезу. Вот тоже разная была реакция, да, одни говорили, да я еду тут всего-то 30 километров, смысл тебе ехать? А кто-то наоборот, да ты что, целых 30 километров проедешь, да, вот. Ну, я к нему сел, и он мне начал рассказывать. Я от него узнал, что, оказывается, в эти дни в Казани проходит какой-то... Слушай, что ж там? Не Олимпиада, а какая-то универсиада. В общем, что-то там происходило такое, связанное со спортом. И он мне рассказал, что его племянник туда уехал, и тоже автостопом, и в связи с тем, что он хорошо добрался, он теперь вот всех подвозит, потому что, ну, нашлись добрые люди, которые довезли его племянника до Казани. Добро возвращается по кругу. Да, 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 то есть кто-то подвез его племянника, а он меня подвез. Елки-3. Елки-4. Проехали мы с ним эти 30 километров, все, он свернул, высадил меня на трассе. Говорит, все, давай, удачи тебе, счастливого пути. Сказал, заедь в Казань, там еще это вот идет, спортивное мероприятие, может, ты еще туда успеешь. Я говорю, ну, ладно, если попаду, попаду, не попаду, не попаду. Это факт, что я уже знаю, какие-то новости из мира, жизни, которая где-то проходила, помимо меня, да, ездят на дороге с машины, на машину, леса, поля. Ну, вот здесь я, значит, постоял, вот здесь я долго стоял. Здесь я, наверное, простоял, может быть, минут 40, может быть, час. И еще плюс дождик такой шел, и я стою, вот там плащики, и машины проезжают меня еще, откатывают такой водой. Но ты не двигался в сторону Москвы, ты стоял на месте. Я стоял на месте, потому что шел дождь, и если, когда ты начинаешь двигаться, тебя больше начинает заливать и намокать, да, плюс еще ноги там промокшие. А тут, когда стоишь, ну, оно вроде стекает по этому плащу, и вроде как даже и тепло получается. Но кеды уже промокли, кроссовки. Да. Не, ну, там я, конечно, конкретно попромок, поэтому... В общем, час я простоял, и после того, как дождь перестал идти, и начало пробиваться солнышко... Посмотрим, следующее, какой у нас там кадр... Да, да. Подъехала вот эта вот машина. Вот это, кстати, какая-то иномарка была. А, вот. Просто 40 минут дождь, это переключение с зарубежной автотехники, с нашей на зарубежную. Ну да, мир это перетасовывал машины и искал подходящую. Небось выросил желание, что надо пересесть на другой приличный автомобиль, и вот пришлось ему подгонять. Нет, ты знаешь, было какое желание? Я подумал, классно было бы уже не по 30 километров ехать, да, там, с одним 15 минут проехал, с другим 30 километров проехал. Я подумал, ну что там, так, чтобы сесть, уже как махнуть и... В общем, пошла перезагрузка. Почти до Москвы, чтобы, да. И тут, значит, подходит машина вот эта. Но час пришлось подождать, пока мир подбирал мне нужный вариант. А машина останавливается тоже очень резко, да, то есть, по идее, он меня видит издалека же. Но он почему-то проезжает уже за меня, и вдруг я слышу тормоза, но он мне сдавал задом, просто это, резко такой затормозил. Ну, о чем ему не хотелось тебе брать? Я, короче говоря, раз-раз-раз, и туда к нему раз такой подбегаю. Он такой говорит. Нет, крутишься, до Москвы везти. А я говорю, куда едем? Он говорит, нижний Новгород. То есть, смотри, давай на карте просто глянем. Вот в Челябинске я стою, где-то там под 30 километров отъехал, а вот в Нижний Новгород. Это считай то расстояние, которое я уже проехал, получается. Толст, Челябинск, вот в Нижний Новгород, вот уже Москва тут совсем рядом. То есть, вот такое расстояние. А вот. Я ему говорю, ну, возьмете с собой, он говорит, ну, садись. Я сажусь. Грустно так сказал, ну, садись, куда уж попасть. Ну, да, вот реально. А причем он сидит, чуть ли не, вот такое ощущение, что он только что проснулся и встал. Он сидит в таких шортах каких-то, таких домашних, чуть ли не в трусах, да, в майке такой. У него там музычка играет, там, значит, он такой, там, чуть ли не босиком или в тапочках. Ну, такой по-домашнему. И ему вообще никто, по идее, не нужен в попутчике. И вдруг он останавливается. Я потом его уже спросил, я говорю, почему ты остановился? Он говорит, представляешь, я не знаю. Так не хотелось. Он обычно, да, обычно он никого не берет. Ездит на дальние расстояния, там, то есть по работе, да, и он никого не берет. А тут вот он вдруг ехал, и вот чего-то ему, вот, как будто кто-то его под локоть толкнул, и он в последний момент решил вот остановиться. Вот. Поэтому ответа на вопрос, почему у него не было, он сам был удивлен тому, что он остановился. Мало того, как интересно, потом выяснилось, что, ну, я вот смеюсь вроде бы, а на самом деле это реально происходит, да, мир подбирает варианты и начинает, получается, управлять людьми, которых он в этот вариант вставляет. То есть водитель этой машины собирался доехать, ехать на три дня раньше, но потом у него стало что-то не складываться. И в итоге он выехал вот тогда, когда выехал, чтобы приехать, где я стою. Но, еще один момент, он должен был поехать вообще по другой дороге. И там тоже сложилась ситуация так, что он мало того, что на три дня позже выехал к моему автостопу, он еще и поехал по той дороге, где я стоял. И вот эти все, когда нюансы выясняются, да, вот эти мелкие какие-то детали, то становится достаточно, меняется мировосприятие, мировосприятие меняется, восприятие мира меняется. Потому что ты вдруг понимаешь, что когда ты открыт, да, и когда ты вот без всяких там своих каких-то страхов, зажимов, блоков, без всяких вот таких мыслей вдруг не получится. То все остальные здорово напрягутся. То все остальные здорово напрягутся. Верси устраивает так, что все складывается, да, очень даже. Для тебя хорошо. Очень комфортно, да. Причем, понимаешь, даже вот этот час, который я там простоял, можно было бы, конечно, понапрягаться, что так долго машины нет. Но когда эта машина подошла, ты понимаешь, что ну уехал бы я там через 15 минут, но опять бы вот эти 10-10-10 километров. И мог бы уехать в какую-то другую дорогу, и эта машина прошла бы. То есть гипотетически, если долго постоять, то появится тот, кто тебе вокруг всего мира везет. Но стоять придется долго. Здесь знаешь как, ну надо довериться миру, если стоишь долго, значит где-то тебе очень хороший вариант подобрали. Но, извините, издержки какие-то должны быть, должны быть. Колесики крутятся, временные издержки. Поэтому, да, ты немножко подольше постоишь, но зато получишь по полной программе. Ну, я еще слушаю, еще один момент интересный был с этим водителем, то, что ему жена обычно собиралась с собой в дорогу поесть, ну и там обычно там ему там одну котлетку, там два яйца, там одна помидорка. А сейчас она все это сделала, там положила, там две котлетки, четыре яйца. А это для удалова. Пять помидорок, да. И он, ну мы с ним проехали какое-то расстояние, вот остановились, значит, для того, чтобы перекусить. И он мне такой говорит, слушай, а я жену ругал, что ты мне столько кладешь еды, я не съем, говорит, столько. И такой, говорит, так что давай нажимай, говорит, ешь. Ну, считай, мы с ним проехали через весь Урал. Он мне тоже там про свою жизнь рассказал, такой интересный оказался дядька. Вот. Почему, знаешь, слушай, у него какая-то интересная работа такая была. Типа он там на каких-то, не станках, ну, в общем, на каких-то там машинах с этим, с программным управлением, там что-то там работает. Чипов, числовое программное управление. Какие-то, да, какие-то и иностранного производства, что-то такое. Вот, чего конкретно делают, не помню. Что-ли посуду какую-то эти машины делают. Ну, не судьба. Ну, в общем, что-то такое очень нестандартное, эксклюзивное, скажем, что-то такое делают. Вот мы с ним, значит, получается, доехали до Нижнего Нового Рода. Ну, он тоже как-то глубоко поделился мыслями о жизни своей, там, что-то такое. Ну, очень, да. Ну, он мне всю жизнь, собственно, свою рассказал. Вот начало и до конца. Вот тут ты не понимаешь, кто кому больше нужен. То ли тебе нужный водитель с машиной, то ли ты. Ну, знаешь, если смотреть из посыла того, что я по последнему образованию психолог, да, может быть, водители это чувствовали, а может быть, мир, когда вот эти вот, знаешь, варианты искал, он искал именно такие встречи взаимообмена. Все равно, понимаешь, когда мы что-то получаем, мы же делимся взамен с людьми чем-то. Ну, например, если он мне там дает то, что он меня подвозит, значит, я с ним делюсь временем и своими ушами, да, то есть я его выслушиваю. Если ему нужно какой-то совет, значит, я могу там ему дать какой-то совет, или там как психолог позадавать какие-то вопросы, чтобы повытаскивать чего-нибудь. Ну, то есть выигрыш-выигрыш. Все устраивается наилучшим образом для всех. Если проанализировать, вот понимаешь, все встречи, которые происходили на пути, они на этом всегда базировались. Не было такого, что я просто, а, тут я вот сейчас на халяву там все там получаю. Нет, весь мой путь, вот реально, я уже ближе, конечно, к концу пути это почувствовал, что весь мой путь, все мое кругосветное путешествие, оно было на данный момент, когда я шел, оно было моей работой, да, моей деятельностью, моим трудом. Потому что я тоже постоянно чем-то делился с людьми. Поэтому, если вы думаете, что вы идете путешествовать, не обольщайтесь. Да. Вы идете работать во благо мира. Да, и каждая работа имеет свои издержки. Такие, например, как дождь идет, да, и у тебя нету крыши, где ночевать. Но об этом надо чуть позже, когда будут проливные дожди, и уже за границей. Так, а, слушай, с ним мы, мы на самом деле до Нижнего Новгорода, мы с ним не так, что сразу по прямой доехали. Мы, вот, то есть первый день я рассказал, это второй, получается, день автостопа от Омска до Москвы. Мы с ним доехали где-то до Казани, вот в этот второй день. Казань будем показывать? Мы посмотрим, где у нас туда. Вот он, не доезжая до Казани, а вот, я даже вспомнил город, вот он, я вижу, Альметьевск. Мы доехали до Альметьевска, вот Альметьевск. Вот Омск, вот Челябинск, где я сел к нему, и вот Альметьевск, куда-куда мы доехали. Вот это второй день пути, то есть вот первый день, вот второй. Ну, примерно одинаковое расстояние, примерно столько же километров.